Привет, друзья! Юлия Барановская известна не только как ведущая телевизионных и радиопрограмм. В течение почти 10 лет она была гражданской супругой известного футболиста Андрея Аршавина, которому родила троих детей. Сегодня, одновременно с воспитанием детей, Юлия занимается различными медийными проектами. О том, сколько зарабатывает телеведущая, вовсю судачит пресса. Ну а перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Юлия Барановская и сколько она зарабатывает. Юлия Барановская родилась 3 июня 1985 года в Ленинграде. Своё детство звездатель экрана называет обычными буднями советского ребенка. Отец Геннадий Барановский был инженером, мать Татьяна Братцева учителем в школе. В 2003 году Юлия Барановская познакомилась с будущим гражданским мужем-футболистом Андреем Аршавиным. Судьбоносная встреча Юлии и молодого футболиста произошла на Невском проспекте города Санкт-Петербург. Тогда Андрей был подающим надежды игроком питерского зенита. Роман пары развивался стремительно. Уже через пару месяцев Юлия и Андрей начали жить вместе, а через два года стали молодыми родителями сына Артема. И спустя несколько лет у Юлии и Андрея родилась дочь Яна. В 2009 году Аршавину предложили контракт с лондонским Арсеналом. Семья переехала в Великобританию. Пока Андрей пропадал на тренировках и играх, Барановская занималась детьми. В 2012 году Андрея Аршавина пригласили назад в родной Зенит. В это время Юля уже ждала третьего ребенка, а Артем и Яна начали учебу в Британии. Поэтому глава семейства возвратился в Россию один. В Петербурге футболист завел новый роман и объявил Барановской, что уходит из семьи. Юлия осталась одна с тремя детьми. 14 августа 2012 года она родила сына Арсения. После громкого развода Юлия Барановская стала вести активную светскую жизнь. Она стала довольно известной медийной персоной. Чтобы взять интервью брошенной жены, известные издания выстраивались в очередь. А после участия в шоу «Пусть говорят», где Юлия рассказала о своем девятилетнем стаже семейной жизни с Аршавиным, нелегкой судьбе героини сочувствовала вся страна. Друзья Барановской тоже старались не оставлять ее в одиночестве и начали приглашать на закрытые вечеринки. На одной из них девушка познакомилась с известным продюсером Петром Шекшеевым. Именно он помог пробиться Юлии на телевидении, но уже не в качестве героини, а в качестве ведущей. Сначала ее пригласили экспертом в шоу проекта «Холостяк», который выходил на канале ТНТ под названием «Чего хотят мужчины». В апреле 2014 года Юлия дебютировала в шоу «Девчата», которое уже четыре года с успехом демонстрировал канал «Россия-1». И хотя это не был ее первый опыт ведущей, девушка очень переживала, сможет ли она влиться в уже сформировавшийся женский коллектив и вообще в формат шоу. Но ее опасения не подтвердились. Ольга Шелли, Стута Ларсен, Алла Довлатова и Рита Митрофанова встретили новую коллегу очень тепло. В этом же году Юлия Барановская вместе с детьми переехала в Москву. И в сентябре того же года на первом канале стартовало новое ток-шоу «Мужское и женское», ведущими которого стали Юлия и Александр Гордон. В первом выпуске программы разбирались ситуации, когда дети становились разменной монетой в разводе родителей. Эта тема была очень важна самой Барановской, ведь в детстве она сама была в такой ситуации. Также Юлия вместе с историком моды Александра Васильева и Эвелиной Хромченко стала ведущей программы «Модный приговор» на Первом канале. Герой передачи не только женщины, но и мужчины преображаются дважды. Первый раз в соответствии с модными советами и собственными предпочтениями о своем идеальном образе. Второй раз в соответствии с тем, как видят их профессиональные стилисты. Ежемесячный доход Юлии Барановской от проектов, пользующихся стабильной популярностью у зрителей, составляет от 400 до 500 тысяч рублей. Несмотря на все трудности, которые пришлось преодолеть телезвезде, она считает себя абсолютно счастливым человеком. «У меня уже есть главное – семья, мои дети. У меня всегда за обеденным столом все места будут заняты, а лет через 15 людей за столом будет больше раза в три». Участие в громких телевизионных проектах позволили Юлии стать известны на всю страну и существенно улучшили материальное положение. Впрочем, основным источником дохода Барановской были перечисления от бывшего гражданского мужа, бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина. Согласно решению суда, он должен выплачивать Юлии алименты на воспитание детей вплоть до 2030 года. Точная сумма не называется, однако, по словам самого Аршавина, это довольно большие деньги. По данным ряда столичных изданий, речь идет о 5 миллионах рублей в месяц. По мере достижения детьми совершеннолетия сумма алиментов будет уменьшаться. «Все к лучшему» – так называется программа, которую Юлия ведет еженедельно на русском радио, вместе со своим напарником Олегом Верещагиным. Барановская говорит о вопросах взаимоотношения полов, интервьюирует звездных гостей студии и старается зарядить слушателей позитивом, а также верой в то, что все будет хорошо. Ежемесячно работа в эфире приносит Юлии еще около 300 тысяч рублей. Нередко Барановская выступает в качестве ведущей торжественных мероприятий, связанных с миром моды и гламура. Так, уже несколько лет подряд, она объявляет гостей и победителей престижного смотра модных достижений Fashion People Ever. Кроме того, Юлия выполняет аналогичную миссию и в ходе вручения ежегодной премии журнала Оксаны Федоровой – Modo Topical. Стоимость участия в подобных мероприятиях оговаривается в каждом конкретном случае отдельно. Как правило, сумма начинается от 500 тысяч и доходит до 900 тысяч рублей. Юлия также может стать ведущей частной вечеринки или корпоративного праздника в крупной компании. Продвижением ее услуг занимается личный менеджер, мобильный телефон которого легко найти на страницах девушки в соцсетях. Дебют Юлии в качестве писательницы состоялся в 2016 году, когда вышел ее автобиографический роман «Все к лучшим. Проверено мной». В своей книге Юлия рассказывает о том, как жизнь, похожая на сказку, может неожиданно превратиться в настоящий кошмар. Повествование начинается с того момента, как Андрей Аршавин уходит от бывшей гражданской жены, находящейся на пятом месяце беременности. Юлия откровенно рассказывает о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться после этого, но отмечает, что все невзгоды оказались преодолимы. В среднем поступления от продаж романа за месяц могут составлять 100-200 тысяч рублей. Зарабатывает Юлия и на рекламе. Уже несколько лет ведущей является посланницей красоты бренда Libriderm. Она активно продвигает различные бренды и в своем инстаграме, на который подписано 2 миллиона человек по всему миру. Стоимость одного поста на страницу для рекламодателей обойдется в 1 миллион рублей. Известная телеведущая федерального канала Юлия Барановская за последний год поднялась в рейтинге медийности и вышла на финишную прямую. Упоминание Юлии в СМИ, приглашение на светские мероприятия и ведение фестивалей, премий поднялось до третьей строчки. В связи с этим и гонорары Барановской возросли в три раза. С 500 тысяч до полутора миллиона рублей за участие. Сейчас у нее в собственности квартира в Москве. Примечательно, но над дизайном квартиры Юлии Барановской работали специалисты из программы «Идеальный ремонт». Поэтому и то, где живет телеведущая, вскоре стало известно всем. В квартире все по-современному, очень уютно, но в то же время присутствует деловой стиль. Совсем недавно стало известно, что теледива смогла позволить себе загородный дом. Она купила его в Подмосковье, о чем рассказала в одном из прямых эфиров в Инстаграм, отвечая на вопросы поклонников. В личном микроблоге она опубликовала видео, где ее сын играет на лужайке, того самого особняка. На одной из публикаций в ее аккаунте можно рассмотреть приобретенный дом с панорамным остеклением. Пожелаем ведущей исполнения всех ее желаний и будь счастлива, Юлия! Если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!